Мы с зала, буквально на 2-3 минутки Михаил Пронин, Институт философии, лаборатория виртуалистики Я буду первым философом, который здесь Выступит с презентацией, если она сейчас включится Значит, лаборатория виртуалистики у нас занимается виртуальным человеком В этом году мы отмечаем 30 лет выходу статьи Носова-Кенесарицкого Посвященную виртуальным состояниям в деятельности человека-оператора Это летчика Это описание виртуальных состояний И эти состояния связаны с таким феноменом, как ошибки Улетного состава, посадка самолетов на фюзеляж И второе В этих ошибках есть такая маленькая Тайна небольшая Она связана с феноменом неразвлечения Выполненного и невыполненного действия Какое это имеет значение для вас, для разработчиков Какое это имеет значение для пользователей вот этих всех технологий новых Собственно, человек может потеряться, где он находится в момент принятия решения Или в момент своей жизни, в какой из реальностей Это тоже сейчас обсуждается Типа человек ушел в виртуальную реальность и не вернулся Но мы находимся на периферии вот этого мейнстрима Которые считают, что виртуальная реальность Это именно компьютерные технологии, интернет и так далее Мы исходим с совершенно другого Что если бы не работала природная виртуальность человека То ни одна из технологий Она бы не сработала Ну, собственно, у человека есть такая виртуальная реальность Но чтобы вас не пугать этими словами Конструкт вот этого самого пользователя Который ходит между всеми этими номерами Жизни, интернетами, реальными деньгами Материальными, физическими Она состоит из множества реальностей Такое гиперкомплексное пространство Я уже врать по образованию Но тут могу оперировать и векторным пространством Различными множествами и так далее Это, собственно, множество телесностей Внутри каждого человека Но есть телесность отца Есть телесность сына Есть телесность друга, врага В каждом из вас Голодного, холодного, обиженного Но это все разные люди С разными мозгами Извините за такие прямые метафоры Эмоциями, гормонами и так далее И, в общем-то, чем отличается взрослый человек Пользователь от ребенка Тем, что он различает свои телесности В каком мире он сейчас находится Он различает свои мысли, чужие мысли Соответственно, у нас в сознании тоже много Личностей много Опять же, у каждого из этих личностей есть воля Хочу, могу, должен, может ли человек это управлять или нет Ну, то есть такая достаточно сложная конфигурация Которая позволяет работать с очень многими и непростыми ситуациями С которыми человек сталкивается как в обыденной жизни Так и в какой-то профессиональной сфере Особенно если это касается человека опасной профессии Вот, или Тогда, когда ты принимаешь решения не только в отношении себя, но и других То, что я рассказываю Конечно, я прохожу сейчас между доктринерством и верхоглядством Но, тем не менее, вот эти психологические барьеры у пользователя И встает вопрос, а как этот пользователь будет воспринимать этот мир Когда, открывая окошко у себя на компьютере Про что здесь уже говорили Эти окошки открываются везде Где находится сейчас твоя телесность Где находятся твои партнеры Где ты сам В общем-то, в какой-то момент могут происходить Не очень, так скажем, хорошие вещи Когда человек может в этом запутаться Мы исходим из того, что мир состоит из множества реальностей Часть из этих реальностей находится в виртуальных отношениях Что понимается под виртуальным отношением Как мы это воспринимаем? Это порождение и порожденность Ну, золотые деньги породили ассигнации Ассигнации породили у нас следующий вариант Денежных отношений между людьми Ну и так далее, и так далее, и так далее В какой-то момент, в общем-то, может оказаться Что вот эти отношения Порожденности, актуальности, автономности, интерактивности Они могут быть разрушены То есть связь разрушается В какой-то момент нет связи между бумагой и золотом В какой-то момент вдруг окажется Что та валюта, которая, валюта благопожелания Она будет гораздо важнее, чем, я не знаю, там, золотые деньги Или еще что-то Вот, и тогда встанет вопрос А как человеку научиться вот в этом мире жить Который вы предлагаете, или мы предлагаем новый Или какой-то будет состоять из множества там этих Сегментов, фрагментов Гамбургер какой-то Тут я играю, тут я не играю Тут селедку заворачиваю Вот встает вопрос В каком месте, по поводу чего Я буду принимать, как пользователь, решение Поэтому разработчик, конечно, согласно теореме Разнообразия Эшви Его степень внутреннего качественного разнообразия Должна быть больше Степень качественного разнообразия Контролируемого объекта Тогда встает вопрос А какое требование к тому человеку Который должен зайти в этот мир И пытаться там что-то сделать Соответственно, ну Психологически Ну, реальности, которые Находятся в этих интерактивных отношениях Они могут быть виртуальными Психологическими и непсихологическими Я лично, мой центр виртуалистики В институте философии Мы занимаемся виртуальными психологическими реальностями Из этого мы выходим на Такие потери человека, как Ну, сейчас В медицине Связанной с Ростановлением Человека после серьезной Черепно-мозговой травмы Там, оказывается, уже не оперируют Понятием сознания Вот, потому что Вообще непонятно Откуда это сознание приходит И куда оно уходит Точно так же, как и мысль Откуда она пришла И куда она ушла Вот, и сейчас Не говорят о том, что человек Там сознание, без сознания А говорят об уровнях бодрствования Ну, потому что Есть такие вегетативные состояния Когда контакта с человеком нет Но он не спит Глаза открыты Вот Он не следит за объектами Которые его окружают Контакта с ним нет И в таком состоянии Может находиться Дни, месяцы, недели Там и так далее Встает вопрос А где он в это время находится Вот Базовый феномен С которым мы работаем Это феномен Неразвлечение Человек не различает Ну, если говорить Про такие Медицинские заболевания Как Нурез у детей Ребенок не может Не может во сне Разобраться Спит он или нет Собственно Ему снится Что он идет в туалет Просыпается мокром Вот Много Подобных Феноменологических Проявлений Есть и у взрослых людей И если Говорить про Габариты Мощности Человека Я заканчиваю То в какой-то момент Оказывается Что Человек Не справляется Ну, это Признаки Виртуальной Реальности Собственно Сайт С нашими работами Можно познакомиться Заканчивая Свой доклад Я просто Хочу сказать Что В общем-то Есть два Способа Работы с будущим Вот Когда ты сам Пытаешься что-то делать Да Или же Когда ты занимаешь Какое-то место На берегу И понимаешь Что туда Все выплывут Ты там работаешь Вот мы 30 лет Работаем В этом месте И процессы Которые связаны С развитием Человека Человечества Построение Вот этой Распределенной Телесности Распределенного Внутреннего Распределенного Если вы Если вы имеете Дело Какие-то Какие-то Может быть Открытия Будут Что он может Делать То, чего Никогда Он даже И помыслит О него Вот В этом Мы можем Как-то Помочь Подсказать Спасибо